В регионе набирает обороты прививочная кампания от COVID-19. Вакцинировать начали людей в погонах. Арина Аксенова выяснила, много ли желающих приобрести иммунитет среди правоохранителей. 14 тысяч человек являются пациентами медсанчасти. Это не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и МЧС, а также пенсионеры МВД. Пока в распоряжении новгородской полиции 200 доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. А из желающих привиться скопилась уже небольшая очередь. Ведь работа у подопечных медсанчасти преимущественно с людьми. Да, контактируем и с гражданами, и с сотрудниками, с нашими коллегами на постоянной основе. Поэтому это важно для меня было и как для сотрудника, и как в первую очередь для гражданина Российской Федерации. За 7 дней первый этап вакцинации прошли 60 пациентов. В первую очередь сами медики, дорожные полицейские, участковые и патрульно-постовая служба. В общем, все, кто в группе риска. Правила те же, что и у гражданских. На прививку обязательно нужно записаться. Предварительная запись ведется с целью недопущения образования скопления очереди, чтобы человек максимально быстро получил вакцину, обратившись в медико-санитарную часть. И в настоящее время достаточно активно ведется запись. Достаточно активно. Но, тем не менее, срок ожидания по состоянию на сегодня составляет 7 дней. Как рассказали нам в медсанчасти, все привившиеся полицейские чувствуют себя хорошо. Серьезных побочных явлений ни у кого не обнаружилось. Конечно, двумя сотнями доз вакцинация не ограничится. Новые партии препарата будут поступать в ведомственные медучреждения регулярно. Пока здесь прививают только сотрудников, которые несут службу в Великом Новгороде. Но уже с поступлением следующей партии вакцины, которая, как говорят, будет более пригодна для длительной транспортировки, мобильные группы медиков будут выезжать для вакцинации и в районы Новгородской области. Арина Аксенова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородское областное телевидение.